Уважаемый Сергей Борисович, уважаемые коллеги, мы сегодня являемся свидетелями достижения современной хирургии, урологии. Мы видим прекрасные ляпароскопические операции, мы будем заслушивать доклады ибо открытой техники. И я бы хотел сегодня сделать доклад по истории урологии. Вот эти доклады мы не так часто делаем, не так часто мы обращаемся к историческим справкам, к тем людям, которые положили основу многих наших разделов урологии. Конечно, невозможно говорить об истории за короткий период, даже об истории реконструктивной урологии, поэтому я сегодня коснусь истории применения кишечных сегментов в реконструктивной урологии. В настоящее время тонкокишечные сегменты в различных модификациях широко применяются при замещении мочеводящих путей. И это стало очевидным после 100-летнего периода экспериментальных и клинических исследований. Впервые выделенную петлю тонкой кишки на брыжейке для замещения мочеточника предложил Фингер. Его идея была реализована через несколько лет. Урсо и Фабио провели эксперименты на нескольких собаках. Единственная собака, у которой было технически правильно сделано, она выжила и признаков гидронефроза на стороне операции обнаружено не было. Первую же кишечную пластику мочеточника в клинической практике выполнил голландский хирург Шумахер в 1906 году. Сообщил об этом на съезде немецких хирургов и опубликовал данное клиническое наблюдение в 2011 году. Но на Шумахера до сих пор ссылаются как на первого, кто выполнил кишечную пластику, и до сих пор те люди, которые занимаются этой проблемой. Однако надо сказать, что оперируя данную пациентку, это была 18-летняя девушка, которую он оперировал в больнице города Гааги, она страдала выраженной дезурией. И когда он продолжал ее обследовать, он выявил, что из правой почки выделяется гнонная моча, а при катеризации левого мочеточника он прошел беспрепятственно, и моча там была чистая. Поэтому, подозревая туберкулез, он выполнил правостороннюю нефректомию, туберкулеза не оказалась, а дезурия сохранялась. Поэтому, для того, чтобы избавить эту пациентку от дезурии, он решил, да, сначала он катеризировал ее, постоянный катетер еще более вызывал дезурию, затем, в конце концов, он выполнил апецистостомию. Но это тоже не улучшило страдания этой девушки, и в итоге он решил сделать надпузырную деривацию мочи. И для того, чтобы удобнее было неуротера кутаностомии, он взял сегмент кишки, пришил мочеточник и вывел этот сегмент наружу. От дезурии он избавил, но в течение полутора лет, да, и свич над лобковой закрылся, и в течение полутора лет она боролась уже с другой бедой, это постоянным подтеканием мочи. Тогда он решил вторым этапом пересадить вот этот сегмент кишки в мочевой пузырь. И это, в общем-то, у него удалось. Он избавил ее от дезурии, и в дальнейшем пациентка чувствовала себя хорошо. В общем-то, получается, что он заместил, конечно, дистальный отдел левого мочеточника, который, в общем, и не был изменен, и туберкулезом она не страдала. Но это сделал нецеленаправленно, в основном борясь вот с этой, выполняя агментационную цистопластику. Первая фундаментальная работа, такая значительная, принадлежит нашему соотечественному мельнику, который в эксперименте на 11 собак пришел к выводу, что данная операция имеет серьезные перспективы до применения ее в клинике. Из экспериментальных работ первой половины прошлого столетия заслуживает внимание работа Зайвлошина и Геньковского. Это эксперименты из Медицинского института в Одессе. Это большой материал, там 54 собаки, из них было 13 пластик мочеточника. Ну, у них кишечная пластика односторонняя удалась, двухсторонние собаки погибли, они пришли к выводу, что двухстороннюю пластику мочеточников вообще выполнять нельзя, и более того, они прогнозируя сказали так, что вряд ли такая ситуация сложится в клинике. Но, тем не менее, сделали оговорку, что если все-таки такая ситуация в клинике произойдет, вот они обратили внимание на один из своих экспериментов по такому вот виду деривации мочи на кожу, сказав, что вот если этот кожный сегмент пересадить в мочевой пузырь, то это будет лучший вариант двухсторонней пластики. И вот надо сказать, что через 15 лет эта идея реализовалась за океаном. Более пристальное внимание к кишечной пластике мочеточники было обращено после публикации Рудольфа Ниссана в 1940 году, случая успешной или уртеропластики. Он выполнил его в 1932 году, и здесь операция целенаправленно выполнялась по поводу патологии мочеточника. Страдал больной двухсторонним нефролитиазом и уротеролитиазом, неоднократно оперирован, имелся мочеточниково-кожные свищи, нефректомию выполнять не хотели, потому что двухсторонний процесс, а от нефростомии больной отказался. И тогда, в общем, Ниссан принял нестандартное решение и заместил вот эту его схему из его статьи, дистальный отдел левого мочеточника участком подвздошной кишки. И надо отдать должное, что он опубликовал свое наблюдение только через 6 лет, когда убедился, что отдаленный результат операции был хороший. Поэтому, наверное, тут спорно, считать ли первого Шумахера или все-таки Ниссана, который целенаправленно заместил впервые вот мочеточник подвздошной кишкой. Двухсторонняя пластика впервые была выполнена в Удиш в 1949 году. Вот таким образом. Но тоже он стремился к изоперистальтическому расположению. Недостаток данного конфигурации заключается в том, что здесь можно заместить только самые... заместить небольшие отделы пораженные мочеточников, только дистальные. Дальше появились сообщения об одномоментной Ю-образной пластике. Об этом развернулась целая дискуссия. Многие авторы считали, что Ю-образная кишечная пластика может плохо функционировать правый антиперистальтически расположенный участок подвздошной кишки. Фундаментальной основой кишечной пластики мочеточников были заложены известным калифорнийским урологом Вилландом Гудвинем. Он внес много новшеств в урологию. Им впервые была внедрена чрезкожная пункционная нефростомия, антиградная пилография, игла для биопсии простаты. Он разрабатывал новый метод уротеросигма-анастомоза, применил или уротеропластику и заложил основы интестинальной пластики мочеточников. Первая его работа вышла вместе с Муром в 1956 году. Она анализировалась в случае четырех молодых женщин, которые они оперировали после гистероктомии и с ядрогенными повреждениями мочеточников. В марте 1954 года впервые Гудвинем была выполнена изоперистальтическая правосторонняя пластика. С интервала в два дня уже Мур сделал семиобразную или так как вопросительный знак тоже изоперистальтическую. Они стремились исключительно оперировать только изоперистальтические. Все четыре операции прошли успешно. В дальнейшем Гудвин, открыв в Лос-Анджелесе в Центре хирургии клинику урологии, успешно развивал это направление. И уже в 1959 году он сообщил о 18 таких пластиках. Вот это наиболее приемлемые, по ему наиболее рациональные методы пластик, которые он приводит в своей статье. И дальше много позиций по поводу этого, на которых я уже не буду останавливаться и перейду дальше. В Европе наибольший вклад в кишечную пластику мочеточников внесли выдающийся французский уролог Рене Кьюз и чешский уролог, чехословацкий Ян Кучера. Ну, Кьюз был признанный авторитет в мировом урологическом сообществе. Он был и генеральным секретарем, и председателем президентом Международной ассоциации урологов. Он разработал много реконструктивных пластических операций, активно занимался ортотопической цистопластикой. В 1953 году одна из первых кишечных пластик мочеточников. Он выполнил первую в мире аппендико уротеропластику. И опубликовал известную и до сих пор очень востребованную монографию по хирургии мочеточника, где оценивает результаты 61-й или уротеропластики. В частности, вот его метод изоперистальтической тотальной или уротеропластики изображен здесь. Ну, я уже упомянул о Яне Кучере, основоположнике чехословацкой урологии. Он активно занимался реконструктивной урологией. Все, наверное, вы знаете пластику мочеточника при гидронефрозе модификации Кучера. Он разработал сигму уротеропластику, двустороннюю или уротеропластику. И его известная монография «Хирургия гидронефроза и уротерогидронефроза» переведена и на русский язык. Он был ярый сторонник изоперистальтического расположения кишечных сегментов и считал, что ни в коем случае нельзя располагать в антиперистальтическом варианте. Говоря о нашем построссийском пространстве, я думаю, присутствующий здесь Михаил Иосифович хорошо знаком был с Виктором Степановичем Карпенко. Это он много лет возглавлял украинскую урологию, институт урологии. Им самим было сделано более 10 тысяч оперативных вмешательств, среди которых несколько десятков по кишечной пластике мочеточников. Он тоже активно популяризировал эту операцию незадолго до смерти. На страницах нашего журнала «Урология» в 2001 году вышла его очень большая статья по кишечной пластике мочеточников, выполненных у 131 больного. Ну, если говорить в критическом плане, то несколько удивляет то, что неотрицательно в институте урологии отнеслись к операции БАРИ, поэтому он приводит примеры в основном только прямого анастомоза, если структура была более протяженной, он сразу переходил к кишечной пластике мочеточника. По-видимому, такое количество пластик и получилось. Ну, известен Фёдор Алексеевич Клепиков, от которого диссертация была посвящена кишечной пластике мочеточника. Он эксперимент... много... большая часть с ним была посвящена экспериментальной части и клинической. В 1977 году он опубликовал порядка 34-х случаев кишечной пластике мочеточников. Теперь в России. Вообще считалось, и так многие мои коллеги думали, что первую пластику мочеточника была выполнена в 1954 году Фрумкиным. Однако это совсем... не совсем так. Вот по данным литературы получается, что первую пластику кишечную справа была выполнена у Тробиной и Шницером в 1956 году в Тюмени, опубликована на страницах журнала Урологии. А затем, спустя несколько месяцев, уже в 1957 году, Александрович выполнил уже слева операцию кишечную пластику левого мочеточника. Однако, вот сейчас я возвращусь к Анатолию Павловичу Фрумкину. Конечно, больший вклад несли в кишечную пластику мочеточников, в развитие кишечной пластики мочеточников в нашей стране Фрумкин и Кан. Ну, Фрумкин был известнейший уролог, председатель Московского общества урологов, много лет заведовал кафедрой урологии у совершенства врачей. Это была своего рода мекка для многих урологов нашей страны. Он был таким ярко выраженным хирургом-новатором. И, в частности, он активно стал заниматься кишечной пластикой мочеточников. Хотя, эта пластика проходила непросто. Первая такая операция, на которую ссылаются все, была предпринята им в 1954 году. Но непонятно почему, для этой цели он выбрал очень тяжелую больную, которая страдала четвертой степенью рака шейки матки, с прорастанием в окружающие органы, инфильтрацией клетчатки, увеличенными лимфоэлитическими узлами. И они лечили в клинике ее полгода по поводу инфицированного гидронефроза, анемии, азотемии, тяжелом состоянии. И почему-то никак не могли наладить правостороннюю нефростомию. И вот он решил в начале феврале 1954 года выполнить ей все-таки правостороннюю кишечную пластику мочеточников. Ну, понятно, что такая больная и такая сложная операция. Это пациентка не выдержала и умерла на операционном столе. Поэтому случай этот, я думаю, что не следует считать как успешный. Тем не менее, его ученик Канн в своей последней монографии упоминает, что первая такая операция сделана Фрумкиным в 1954 году. Но я думаю, что сделано это только потому, что в период от 1954 года до 1957, когда он действительно сделал успешную операцию, уже те упомянутые мной урологи, точнее хирурги даже, выполнили впервые в нашей стране вот эти вот две первые кишечные, успешные кишечные пластики мочеточников. После некоторого интервала, связанного с гибелью данной пациентки, он все-таки вернулся к кишечной пластике мочеточников. И, по моим подсчетам, это третья была в нашей стране, операция 17 февраля 1957 года. Он выполнил пластику мочеточника вот такому пациенту. Это был 15-летний юноша, который трижды с двухсторонним гидронефрозом, которого трижды оперировали неудачно с правой стороны. И, казалось бы, логичным попробовать заместить мочеточник справа. Я остановился на третьей успешной или уже терропластике в нашей стране, выполненной в 1957 году Анатолием Павловичем Фрумкиным. Ну, единственное, что можно здесь сказать, что вряд ли кому в то время, а тем более в наши дни, пришло бы в голову оперировать вот такого больного с первичным гидронефрозом, выполнять ему кишечную пластику мочеточников. Но, тем не менее, третья в нашей стране успешная кишечная пластика мочеточников состоялась. И в клинике Центрального института усовершенствования врачей в этом же году было сделано еще четыре, и тоже они все успешны. Но надо сказать, что это объясняется тщательным подбором больных. Все это были молодые пациенты с хорошей функцией почек. У всех выполнялась односторонняя пластика, у всех с левой стороны. И все они закончились успешно. В дальнейшем они расширили показания к операции, и что сказалось на результатах. Последующие два года из семи кишечных пластиков пять пациентов умерло. В дальнейшем количество операций ежегодно снизилось, но результаты их улучшились. Дальнейшую работу в этом направлении продолжил ученик Фрумкина Дмитрий Валовилович Кан, который возглавлял открытую им клинику урологии в институте Симашко и активно развивал направление урогинекологии. Им была опубликована по материалам этих работ кишечная пластика мочеточников, монография, которая, надо сказать, что, наверное, единственная до сих пор в мировой урологической практике на эту тему, где он подробно разбирает материал, анализирует успехи и неудачи. В дальнейшем он добавил к этому материалу еще две операции, и общий материал из этой клиники стал 28 больных. В дальнейшем надо сказать, что кишечная пластика мочеточников в нашей стране была забыта. За 30 лет конца прошлого столетия единственная статья в центральной печати была опубликована Николаем Алексеевичем Лопаткиным, причем не на страницах журнала «Урология», а на страницах нашего питерского вестника хирургии Грекова. Результат анализированный в статье – это 18 кишечных пластик и одна аппендикулярная. Этот материал, надо сказать, что непосредственные результаты только операции анализируются. Отдаленных нет, в том числе и аппендико-уротеропластики. Оставалась все-таки достаточно большая 10-процентная летальность. И все-таки Николай Алексеевич заключает, что кишечную пластику мочеточника уже нельзя считать столь тяжелой и продолжительной. Следует ставить вопрос не о сужении, а о расширении показаний к ней. Однако работа в этом направлении не была продолжена ни в открывшемся в это время ни урологии в Москве, ни в других клиниках нашей страны. За последние 20 лет стали разрабатываться уротеропластика реконфигурируемыми сегментами. И вот появились первые публикации а-ля пароскопической и роботосистированной кишечной пластики мочеточников. В том числе и в нашей стране. Надо сказать, что история урологии дает возможность не только узнать весь путь развития ее или конкретных ее областей, но и оценить правильность выбора дошедших до нас наиболее совершенных способов его выполнения. И, конечно, нам необходимо помнить о тех наших выдающихся предшественниках, которые своей яркой индивидуальностью, хирургическим талантом и завидным трудолюбиями внесли основной вклад в разработку этой сложной проблемы. Благодарю за внимание. Аплодисменты.